Здравствуйте! На дворе весна, а у нас очередное занятие студии «Инкор» Школы детского творчества города Житикара. И провожу его я, педагог дополнительного образования Ахметова Любовь Сергеевна. Ребята, приготовьте, пожалуйста, ручки и блокноты. Начнем. Сегодня у нас очень интересная и даже загадочная тема «Журналистское расследование». Вначале я немного расскажу вам о том, что такое «Журналистское расследование» и для чего его проводят. Журналистское расследование – это интересный вид журналистики, проводя которое журналисты готовят публикации на самые актуальные темы, какие-либо конфликты, преступления, различные нарушения, как служебные, так и бытовые. Этот вид журналистики имеет сходство с работой частного детектива, так как виновники каких-либо нарушений и преступлений не заинтересованы в их раскрытии и не только умышленно скрывают информацию, но и всячески мешают и даже угрожают журналисту. Главная цель любого журналистского расследования – установление причин каких-либо событий, обнаружение тайн, разоблачение преступников. Но не все расследования имеют криминальную окраску. Бывает необходимо просто выяснить какие-то детали или разгадать тайну. Вот именно таким расследованием вам и предстоит заняться. В ходе этой работы, ребята, вы попробуете себя не только в роли журналистов, но и в роли известного литературного сыщика Шерлока Холмса. Потому что тему расследования я зашифровала. Вместо букв – пляшущие человечки. Посмотрите. Картинку я отправлю вам в группе WhatsApp. Прочитаете рассказ Артура Конан-Дойла «Пляшущие человечки»? Поймете принцип шифровки? И тогда без труда узнаете, какое задание я вам дала. Удачи! Ребята, после того, как вы расшифруете тему расследования, переходите непосредственно к самому расследованию. И сейчас я вам расскажу об основных этапах журналистского расследования. Для начала составьте план мероприятий. Затем идут сборы, обработка первичной информации, работа с источниками. Ну, например, вы с кем-то побеседуете, с каким-то специалистом, или возьмете интервью, может быть, даже несколько. Сейчас это можно сделать и на расстоянии, с помощью телефона и компьютера. К источникам информации относятся книги, журналы, газеты и ресурсы интернета. Далее, вам нужно будет систематизировать всю собранную информацию, убедиться в ее доказательности, если необходимо, провести генеральное интервью и уже переходить непосредственно к написанию материала. Свои работы вы можете оформлять в любой форме, форме очерка, статьи или даже небольшой заметки. Я уверена, у вас все получится. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok